Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня вечером пожар вспыхнул в автозаводском районе Тольятти в лесной зоне. Для тушения привлекли 77 человек, 24 единицы техники, огонь тушит также Ил-76. За один вылет он сделал два сброса воды и остановил распространение огня. И сегодня же локализовали пожар на территории Бузулукского бора и в Нефтегорском лесничестве. Сейчас там тлеет и горит валежник отдельными очагами на общей площади 10 гектаров. Для тушения пожаров привлекли 710 человек и 185 единиц техники. Дополнительно задействовали самолет Ил-76, три вертолета и три пожарных поезда. А поздно вечером во вторник удалось локализовать и возгорание травы возле Кенеля. В Минобороны России поступят 8 самарских двигателей. Корпорация Ростех заключила с министерством контракт на поставку партии НК-32 серии 02 для стратегических ракетоносцев Ту-160М. Сумма контракта 7,5 миллиардов рублей. В течение двух лет заказчик получит 8 силовых установок. Двигатель НК-32 для Ту-160М является одним из основных продуктов в линейке самарского завода ОДК Кузнецов. Поставки новых моторов начались в августе прошлого года. В Самаре продолжается благоустройство дворов только в промышленном районе города. Приводят в порядок 31 территорию. Не забудут и о внутриквартальных проездах. Около 50 из них ждет ремонт. С подробностями Ольга Хомракулова. Новая детская площадка с качелями и тренажерами. По всему двору расположились лавочки, урны и ограждения. Обновленная внутриквартальная дорога и новые парковочные места. Так выглядит благоустроенный двор по адресу Георгия Димитрова 87 в промышленном районе Самары. Преображение стало возможным благодаря программе «Формирование комфортной городской среды». Этот проезд, он практически был весь в ямах. Машины им некуда было вставать. Они вставали на тротуар. Сейчас вот небо и земля, что было, что сейчас. То есть жители все очень довольны. Двор преобразился по желанию жителей. Они подали заявку, активно участвовали в разработке дизайн-проекта. Сейчас за ходом работ ведется самый настоящий народный контроль. Собрали документы, сдали. Это говорит о чем? Что в этом дворе инициативные жители живут. Когда детскую площадку построят, нам нужно обязательно вместе с жителями принять эту площадку. Чтобы она долгие годы служила на радость вот этому двору. Сейчас работы во дворе находятся на завершающей стадии. Работы выполнены в процентном соотношении процентов на 80 уже. Подготовлены спортивные детские площадки. Благоустройство было сделано. Был заложен борт. Было выполнено ограждение в полном объеме. Сейчас было сделано освещение. Тоже в 100% объеме мы его выполнили. Сейчас устанавливаем малые архитектурные формы. Завершить работы в этом дворе планируют 31 августа. Параллельно в порядок приводят и другие дворы промышленного района. У нас в районе в этом году ведется благоустройство на 31 дворовой территории. Это в том числе по программе «Комфортная городская среда» 11 дворовых территорий. По программе «Твой конструктор» двора 18 дворовых территорий. И по губернаторскому проекту «Содействие» 2 дворовых территории. Также в промышленном районе Самары отремонтируют внутриквартальные проезды в 50 дворах. Ольга Хомракулова, Василий Колдашов. События. Минимизировать нарушения и сделать избирательный процесс максимально прозрачным. Выборы депутатов губернской думы пройдут 17, 18 и 19 сентября. На различных площадках будут работать 1785 постоянных избирательных участков и 17 временных. Помимо этого у жителей будет возможность отдать свой голос за понравившегося кандидата на дому. О том, как это будет организовано, расскажет мэрия Елчан. Главная цель – легитимность выборов. В Самарской области выработана практика надомного голосования под общественным контролем. Жители, которые не могут прийти на избирательный участок, имеют возможность заказать урну для голосования на дом. Но для этого должна быть уважительная причина. Например, плохое состояние здоровья или инвалидность. Общественный контроль – важный фактор, который обеспечивает соблюдение требований закона не только голосующих, но и избирательных комиссий. По действующим правилам надомное голосование предполагает участие в этом процессе представители избирательной комиссии в составе не менее двух человек и общественных наблюдателей. Они получат соответствующие удостоверения и будут сопровождать те группы, которые будут посещать наших избирательных дому для голосования именно на дому. То есть будет обеспечена прозрачность этого процесса, контроль за ходом голосования. Хотелось бы отметить, что в принципе привлечение именно независимых наблюдателей, то есть не просто представителей от определенных кандидатов либо партий при проведении процедуры голосования надомного, а именно независимых наблюдателей, то есть тех, которые не аффилированы, не представляют ничьи интересы. В рамках подготовки к выборам состоялось более 70 семинаров, где прошли обучение свыше 5000 потенциальных наблюдателей, которые будут обеспечивать легитимность избирательного процесса. Основной мотив, вот то, что я увидел, он достаточно прост. Как раз сомнение в том, насколько возможны выборы прозрачные, привлекает граждан к тому, чтобы стать участниками избирательного процесса. Чтобы перейти вот эту грань между тем, что ты просто голосуешь, к тому, что ты можешь нести некую общественную лепту в наблюдении и сделать выборы еще более легитимными и прозрачными. При этом, вы знаете, как жизнь устроена. Я думаю, что нарушения могут быть. Главное, правильно от них отреагировать в правом поле. Потому что нарушения — это не хорошо, не плохо, это как некое следствие организации любого процесса. Наша задача — минимизировать эти риски и, самое главное, сделать их прозрачными для всех граждан, которые имеют право на голосование. Напомним, общественный штаб наблюдения за выборами в Самарской области начал свою работу в марте этого года. Председателем стала член общественной палаты региона Галина Николаева. Сопредседателями — председатель комиссии по вопросам законности, правам человека, взаимодействия с судебными и силовыми органами общественной палаты Виктор Полянский. А также эксперт комиссии Владислав Волков. В состав штаба вошли 16 человек, в том числе и генеральный директор телеканала «Самара ГИС» Елена Кольцун. Мэри Елчан, Григорий Плешаков. События. За сутки в Самарской области зарегистрировали 430 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Число заболевших с начала пандемии в регионе 87 586 человек. Основным средством борьбы с COVID-19 является вакцинация. И в эту среду в Самарской области от коронавируса привился миллионный житель. Подробности расскажет Михаил Ермоленко. Коронавирусом переболел еще в мае 2020 года, рассказывает жительница Тольятти Мария Авакумова. Женщина работает в нотариальной конторе, постоянно контактирует с людьми, поэтому и решила пройти вакцинацию. Приятной неожиданностью стало и то, что женщина оказалась миллионным привившимся в Самарской области. Я поняла, что я буду прививку делать именно в августе. Потому что, думаю, когда прививка как раз будет начнет действовать, подойдет в сентябрь вот эта погода. А эта погода все-таки действует на человека так, что много людей заболевает не ковидом, но иммунитет ослабевает, если человек переболеет каким-то заболеванием простудным. И в результате тогда к нему придет ковид быстрее, чем обычно в летний период. Однако на достигнутом миллионе сбавлять темпы не стоит, говорят врачи. До начала осени остаются считанные дни, и нужно наращивать скорость кампании, чтобы как можно быстрее сформировать коллективный иммунитет. Цифра достаточно большая, как миллион. Совершенно недостаточная цифра. Совершенно недостаточная. С точки зрения реальной борьбы и реального прекращения эпидемии, было бы абсолютно спокойно сегодня бы сказать 2 миллиона. И тогда мы точно знали бы, что больницы опустеют, что смертей не будет. Вот 2 миллиона – это да. Прививка – самый действенный способ оградить себя от тяжелой болезни, осложнений и неприятных последствий, говорят медики. Особенно это важно для пожилых людей, для тех, у кого есть хронические заболевания. Записаться на вакцинацию можно через портал госуслуг, либо в ближайшей поликлинике. Также пройти вакцинацию можно в медучреждении, где прививают круглосуточно. В Самаре такую услугу предоставляют поликлиники номер 4, номер 6 и номер 10. Для этого при себе необходимо иметь три документа – паспорт, СНИЛС и полис. Михаил Ермоленко. События. Медики не только лечат от коронавируса, но и помогают тем, кто уже справился с болезнью. Одно из отделений, на базе которого сегодня восстанавливаются люди, перенесшие ковид, городской центр медицинской реабилитации Самарской городской поликлиники номер 6. Об этом наш следующий сюжет. 80-процентное поражение легких. Месяц в больнице, причем половина этого времени в коме. Гильзу Харалиеву врачи буквально вернули с того света. Женщина переболела коронавирусом год назад. Сейчас восстанавливается в городском реабилитационном центре Самарской городской поликлиники номер 6. Здесь Гильзу Хар посещает медкабинеты, которые оснащены всем необходимым для полного выздоровления. Я благодарю всех врачей, всех медсестер здесь. Мне очень понравилось. Я почему-то даже не ожидала, что я могу даже себя лучше чувствовать. Действительно, и получила массаж. И в физкабинетах была, и в дыхательных упражнениях. Мне все это действительно помогло. Для каждого пациента программа реабилитации формируется индивидуально. Восстановление включает в себя дыхательную физкультуру, лечебный массаж, ультразвуковую терапию и занятия на различных тренажерах. Например, на трендмиле. Этот аппарат применяется при нарушении ходьбы, для коррекции функции равновесия и координации движения. По словам врачей, нередко после перенесенного ковида у пациентов снижается физическая активность. Этот аппарат помогает восстановить силы. К нам направляют пациентов, участковые врачи и врачи из отделения профилактики после прохождения углубленного осмотра. Медицинская реабилитация – это комплекс медицинских, психологических мероприятий, направленных на полное или частичное восстановление утраченной функции, улучшение качества жизни и сохранение работоспособности пациента. В Самарской области задачу развивать направление реабилитации жителей после коронавируса и других заболеваний поставил губернатор Дмитрий Азаров. Самара включилась в работу по восстановлению пациентов после перенесенного коронавируса одной из первых. По поручению главы региона, реабилитационные отделения заработали на базе ряда санаториев, расположенных на территории области. С начала года в них пролечились уже более трех тысяч человек. Оказание качественной и своевременной медицинской помощи, развитие системы здравоохранения – часть стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе губернатора Дмитрия Азарова при участии жителей. Мэриил Шан, Григорий Плешаков, События. Эфир продолжит новости экономики. Расскажет о них Виктория Шара. Виктория, вам слово. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Правительство России продлило льготную семейную ипотеку еще на год до 2023-го. Поменяется ли процентная ставка и лимит выделяемых средств? И ставка, и предельная сумма кредита останутся прежними. Какие семьи смогут воспользоваться ипотекой, расскажу сразу после курса валют. Курс доллара на 26 августа 73 рубля 74 копейки. Евро 86 рублей 58 копеек. Баррель нефти марки «Бренд» стоит 70 долларов 44 цента. Правительство России продлило льготную семейную ипотеку до конца 2023-го года. Действие льготной программы для семей с детьми заканчивается на год позже изначально запланированного срока. Льготная программа для семей с детьми позволяет получить кредит по сниженной ставке до 6% годовых на покупку жилья или строительство частного дома. Программа «Семейная ипотека» появилась в 2018 году. Сначала она была доступна только семьям с двумя и более детьми, в которых как минимум один ребенок родился после 1 января 2018 года. С 1 июля 2021 года взять льготный кредит могут семьи и с одним ребенком, родившимся после 1 января 2018 года. Расширение условий программы может к 2022 году увеличить спрос на семейную ипотеку более чем вдвое по сравнению с 2020 годом. Первоначальный взнос по семейной ипотеке составляет от 15% стоимости жилья. Максимальная сумма кредита для Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей составляет 12 миллионов рублей. Для других регионов России – 6 миллионов рублей. Правительство выделит еще более 21,5 миллиарда рублей регионам на осуществление ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Дополнительные меры поддержки малообеспеченным семьям были анонсированы в середине августа. С начала года на эти выплаты уже выделили 254 миллиарда рублей. Ввести ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет в 2020 году поручил президент Владимир Путин. В 2021 правила их предоставления были скорректированы. В зависимости от того, насколько малообеспечена семья, сумма выплат может достигать 50, 75 и 100% регионального прожиточного минимума на ребенка. Также было введено правило нулевого дохода – ограничение на выплаты семьям без легальных доходов. Россияне покидают северные регионы страны. Чаще всего уезжают из Чукотского автономного округа, Магаданской области и Республики Коми. Также среди городов с отрицательным миграционным приростом – Мурманская область и Еврейская автономная область, Северная Осетия, Хабаровский край, Томская и Омская области, Забайкалье. Наиболее привлекательным для переезда в 2020 году стал Севастополь. За ним идут Ленинградская и Калининградская области, а также Адыгея. Московская область заняла пятое место рейтинга. Эксперты отмечают рост миграции в регионы, где дешевле цены и больше ожидаемых возможностей для развития. Причем в мегаполисы – Москва и Санкт-Петербург – люди стали мигрировать реже. Сохраняется тренд оттока населения из северных городов на юг. Это объяснили желанием проживать в более благоприятном климате. Наиболее склонными к переезду оказались россияне от 30 до 34 лет. В этом возрасте заводят семьи, берут ипотеку, меняют место жительства. Женщины чаще, чем мужчины, становятся внутренними мигрантами. Это были новости экономики. Контролируйте ваши финансы. В России упрощается регистрация бизнеса через нотариусов. С сегодняшнего дня начинают действовать упрощенные правила подачи документов на регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Если физическое лицо регистрируется как ИП, а юрлицо в качестве ООО, нотариус подтверждает подлинность подписи заявителя, ставит свою квалифицированную электронную подпись и сразу же направляет документы для регистрации в налоговую в рамках одного нотариального действия. Как говорят эксперты, это значительно упростит жизнь предпринимателям. Сейчас нотариус делает то же самое, но для этого ты должен отдельно оплатить и попросить. Сказать, нотариус, я вот заверил, отправь, пожалуйста, в налоговую. Говорит, да, хорошо, мы отправим, это стоит услуга столько-то. Законодатель это подправил и говорит, нет, теперь, раз вы пришли к нотариусу заверять, он тут же в течение одного рабочего дня отправляет эту налоговую для того, чтобы зарегистрировать. С ребенком, отправляясь в путь, про автокресло не забудь. Сотрудники госавтоинспекции в преддверии нового учебного года проверили, как самарские водители перевозят своих детей. В контрольный рейд вместе с инспекторами ГИБДД отправился наш корреспондент Никита Колосов. За рулем автомобиля Татьяна Купцова уже 10 лет. Женщина почти везде ездит со своим сыном. Говорит, возит его в детский сад и на дополнительные занятия только в детском кресле. Татьяна уверена, что соблюдение правил перевозки детей увеличивает их шансы не пострадать в случае аварии. Здоровье ребенка – это самое главное, что у нас есть здесь. Жизнь ребенка, я за нее в ответственности. Я не смогу без него жить просто. В преддверии учебного года сотрудники госавтоинспекции проверили, использует ли самарский водитель детское удерживающее устройство. Мы выявили очень много водителей, которые действительно соблюдают эти требования. У них в машинах были вот эти устройства по перевозке детей. Пообщались с этими водителями и вручили конкретные подарки. Эти подарки их очень сильно удивили. Совместно с представителем общественного совета при управлении МВД России по городу Самаре полицейские вручили водителям азбуку безопасности и сувениры их детям. Задача общественного совета – убедиться в качестве профилактической работы сотрудников госавтоинспекции. Тем, кто не соблюдал правила перевозки детей, инспекторы ДПС выписали протокол. Сотрудники госавтоинспекции напоминают, что перевозка детей до 12 лет в салоне автомобиля возможно только в специальном удерживающем устройстве. Никита Колосов, Григорий Пешаков, События. Погода в Самаре продолжает бить все температурные рекорды. За лето вода в Волге прогрелась до 28 градусов. Это самое большое значение за последние 30 лет, что привело к активному росту водорослей. Безопасно ли нежиться в такой теплой, но зеленой воде, расскажет Мария Левина. Слушай, ну на вид она еще ничего, не такая уж и зеленая. Что, пошли попробуем, правда ли? Закипает. Температура воды в Волге этим аномально жарким летом поднялась до 28 градусов, и это в конце августа. Тем самым, побив рекорд 2010 года, тогда она поднималась до 26 с небольшим. Для сравнения на экране представлена карта температурного режима вод Черного моря по курортам. Наибольшего значения море достигает на Абхазском побережье – 27 градусов. Выходит, что средняя Волга в этом году оставила позади популярные курорты. Впрочем, не все самарцы это оценили. Некоторые считают, что водичка по-прежнему прохладная. Я ножками попробовала, хорошая. Мне показалось холодная, потому что ветер холодный дует. Прекрасная вода. Часто бываете на Волге? Ну, все время, каждый день. Пока была жара вся, вода такая же теплая. Просто было заходить контрастнее, за разницу в температурах. Сейчас очень комфортно. Слушай, ну вода правда, парное молоко. Пошли купаться. Почему? Ну, как знаешь. А я, как истинная волжанка, такой возможности, ну, точно не упущу. Из-за жаркой погоды и теплой воды в Волге активно начали расти водоросли. Те самые, из-за которых гибла рыба. Поэтому у многих возник вопрос, безопасно ли плескаться сейчас в реке. Длительные по времени и очень жаркие дни, ну реально аномальное лето, здесь все все понимают, привели к бурному росту сине-зеленых водорослей, которые в одно время суток дают кислород, а в другое время суток его поглощают. И поглощают его очень много. Для малька, который всегда обитает на мелководьях, у него это катастрофа. Малек умирает. Для человека здесь никакого вреда мы не видим. И эксперты наши, как бы, тоже однозначно говорят. Но есть сопутствующий фактор. К таким можно отнести, например, аллергию. В целом же, со слов экспертов, опасаться нечего, поэтому продолжаем ловить последние летние деньки. Ну что, водичка просто супер. Все целые 28 градусов. Да и 8, как предварительно прогнозом, в Самаре ожидается теплая, настоящая баха на стенке. Это значит, что самое время закупаться новыми купальниками. Они будут весьма кстати. Мария Ельевна, Константин Головин, Андрей Антипов, события. Пять медалей разного достоинства завоевали самарские спортсмены на первенстве и чемпионате России по вейкбордингу. Соревнования традиционно прошли под Новокуйбышевском на озере Орлова. Чемпионы утверждают, что на этот раз все было гораздо драйвовее. Тему продолжит Сергей Кизоркин. Москвич Николай Волохов приехал в Новокуйбышевск за третьей золотой медалью чемпионата страны по вейкбордингу. Он потомственный спортсмен. Мама 24-кратная чемпионка Европы и 8-кратная чемпионка мира по водным лыжам. Когда подросткам он осваивал доску, конкуренции как таковой не было, рассказывает чемпион России. Сейчас все сложнее завоевывать призовые места на крупных соревнованиях. Тем более стать чемпионом страны третий раз подряд. Николаю Волохову это удалось. Я сделал все трюки в разные стороны, в разные ноги. И я сделал вот пять пятых элементов, пять пятых мобок. Когда ты делаешь элементы, еще добавляешь к нему 540 градусов. Ребята с каждым годом все больше и больше делают трюков. Вот Стас Фидельский, 14-летний пацан, который делает трюки запредельного уровня. Я вот смотрю и каждый раз волнуюсь. На соревновательный круг выходили не только мужчины, но и девушки. Среди них и звезда национального масштаба, победитель первенств и чемпионатов Европы и мира Мария Волгина. Слава Богу, у меня сегодня все получилось. Я смогла победить. Парк очень здорово улучшился по сравнению с прошлым чемпионатом России, который проходил здесь 4 года назад. Очень классные фигуры и все райдеры очень хвалят парк. Первенство и чемпионат России по вэкбордингу проходят в Самарской области второй раз. В этом году было разыграно 12 комплектов наград, в том числе среди паралимпийцев и ветеранов спорта. Всего на старт вышло больше сотни райдеров. За несколько лет после последнего чемпионата России Аквастадион кардинально изменился и теперь здесь могут соревноваться все категории вэкбордистов. Материально-техническая база у нас сейчас, я думаю, лучше в России. По фигурам, по кольцевой лебедке, все то, что есть у нас на воде, я думаю, это один из лучших парков России. Сборная команда Самарской области тренируется там же, где и проходили первенство и чемпионат страны. Препятствия спортсменам известны и преодолевали они их почти без ошибок. Наверное, еще и поэтому уверен руководитель областной федерации по вейкбордингу самарские райдеры и завоевали пять медалей разной чеканки. Сергей Кизоркин, Максим Гусев, События. Сайт телеканала «Самары ГИС» вошел в топ-10 самых цитируемых СМИ региона. Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг медиаресурсов Самарской области за второй квартал этого года. Основой для построения рейтинга стал индекс цитируемости. Рейтинг построен на основе базы СМИ, системы «Медиалогия», включающей более 66 тысяч наиболее влиятельных источников. ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. Сайт телеканала «Самары ГИС» рассказывает обо всем, что происходит в городе. Срочные новости, эксклюзивные фото, видеорепортажи, авторские программы и астрологические прогнозы доступны в нашем телеграм-канале, где на данный момент почти полторы тысячи подписчиков. Вконтакте уже 17 тысяч 850 подписчиков. Ежемесячно наши публикации читают более 86 тысяч человек. В Твиттер-аккаунте телеканала 8 тысяч 390 пользователей. В месяц суммарные просмотры достигают 485 тысяч. Это более 15 тысяч показов в день. В Инстаграме за нашими новостями следят более трех тысяч подписчиков. Каждая публикация собирает до тысячи просмотров. На этом наш выпуск завершен. Будьте здоровы. Всего вам самого доброго.